О, да, реально, 800 только что было, бах, и вытащили. Ну ладно. Там где-то есть, да, типа хранить. Будем хранить тогда по суткам. Скоро уже парный будет начать. Так, во, всё. Ускорение убираем. И на экспорт... А, не в Данвик, потому что не в Данвик. А потому что вот сюда, вот сюда ютенсилы пойдут. Так, и смотрим. Экспорт в Калберг. В Калберг 1200 ютенсилов. Всё. У меня, пожалуйста, 1200 ютенсилов. По-моему, вот сейчас вот должны эти ютенсилы отсюда начать пропадать. Ну, пока они за стук прибавляются, но это нюансы. Вот так. Их же, наверное, повезут всё-таки, как бы, до торгового поставить. Ну, со склада-то они должны уйти, да? Может, проблема в том, что я их, как бы, типа держать, никому не отдавать. Так, гербалист работает. Гербалист работает. О, какие домики. Это ценят. Больше жрачки. Классные. Этим домам надо больше жрачки. Ну, посуда всё... С другой стороны, от заводов можно, на самом деле, построить эти фишери. Да? Ну, да, тут я тоже речка. А, вот здесь вот? Да. Ну, да, но, как бы, я думаю, что проблема-то не в количестве, а в разнообразии. Ну, может быть. Мне так кажется. Тем более, что эту задачу как раз выкранал. Заказ на посуду так и не выполнят. А вот утенцилы всё-всё как-то это... Всё, они как-то не идут. Так, иметь у нас. Как-то с ниметь. Мне кажется, вот... Accept пора нажимать. Сейчас уйдут утенцилы. Надеюсь, что частично они уйдут именно в торговлю, эти утенцилы. Ну, что у меня остаётся ещё? На чём я остаётся ещё, надеюсь? Вот, так на это. Ну, вот, вроде он тащит сюда куда-то. Да, смотри. Отлично. По-моему, сюда притащил. Так. Ну, всё ещё 0 с 1200. Нормально-нормально, ещё не отправили просто. Ещё не загрузили в этот самый шар. Ну, правда, кстати, существует ещё вероятность, что и утенцилы привезли сюда. Да. Да, да. Интересно, что такое. Окей. Утенцеры, вы отправляете их? Нет, не загружаются что-то. Как интересно это сделать-то? Ну вообще всю посуду убезли нафиг. Склад опустошен. Склад опустошен, да. Причем пора уже, по-моему, пар запускать. Да, пожалуй. Поро запускать. Так. Так. Ты с чем полетел? Может с утенциалами полетел? Кстати, может быть. Он от меня полетел, очевидно. Так. Так. Уйда тайм-ауте в этого наиболее тоже у меня проблемы. Я не уверен, правда, что это можно сделать. Так. 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 Кстати, мне нравится, что, знаешь, вот сейчас как бы нет свободной меди. То есть заводы... Ну, единственное, что, может быть, даже заводам не хватает на текущий момент меди. Да, потому что их слишком много. И либо нужно какой-нибудь завод приостановить. Вот, например, вот этот. Сейчас сразу так приостановлю. И на три завода, может быть, будет хватать. Ну да, я и говорила, что как-то слишком размахнулся на четыре завода. Да, да, психанул. Либо нужно просто добычу усилить. Но сейчас такой... О, смотри, а я тем временем 600 утенциалов-то все-таки экспортировал. Ну, отлично. Так, ну, правда, мне кажется, что вот сейчас нужно стратегически снова подержать утенциалы. Подержать немного утенциалов, чтобы они накапливались. Придержать. Да, придержать утенциалов немножко. Так. Мне нравится, как-то паровой экстрактор работает. Очень классно. Клевые вообще. А вот эти так чувствуют. У тебя прям растения копятся. Да, копятся. Я же... Подожди, у меня одна теплица или две? Одна теплица. Ну, а что-то они прям копятся. То есть один гербалист не успевает их все переработать. Ну, и же два гербалиста. Их два гербалиста не успевают переработать даже. А может мне тогда сюда гербалисты? Ну, нет, гербалисты-то, наверное, уже как бы такой, конечная точка дистрибуции. Поэтому... Хотя я могу здесь по соседству еще одного, конечно, гербалиста запилить. Ну, нет, ну что? Курирующие аптеки. Да, это равнится. Я бы не сказал, что это пока какой-то такой, знаешь, прям страшный масштаб, принимает проблему, там, перепроизводство травы. Поэтому нет, все норм. Пара что-то опять как-то многовато, по-моему, стало. Думаешь? Нет? Ну, это так кажется, потому что тут, хотя в принципе, да, пара на самом деле довольно много. Сейчас мы посмотрим, сколько пара. Четыре... У, да, нет, все, отключаем. Отключаем, отключаем, отключаем. Отключаем. Пара 4200, это довольно-таки долго, по идее, должно быть. Такой фонтанчик фонтанируется. Если я не ошибаюсь, там для каждого склада в отдельности настраивается, что запасать, что не запасать. Ну, по идее, все равно, если этот склад ближайший, да, то они же будут таскать сюда. Но он-то весь уже заполненный. Да, он весь уже заполнен. Ну, нет, но это, знаешь, с другой стороны, это означает, что вот на нем 2800 лежит, да, и когда с него будут уносить какой-нибудь пар, то они будут занимать это пространство утенциалами, скорее всего. Но, на самом деле, я даже сейчас уже могу нажать accept, они эту тутенцию увезут, и частично все равно он пойдет на экспорт. Я думаю. Ну, будем надеяться. В прошлый раз сработало. Ну, смотри, у тебя уже тысячу из 1200 они реализовали. Кстати, да, 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 да. Так что я думаю, что это просто дело времени. Ой-ой-ой, 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 ты посмотри. Разрушились дома. Множество домов разрушено. Так. Без присмотра и надзором. Это потому что, да, потому что я оставил эти дома без присмотра. Сам виноват, конечно. Ой, вы победили. Неожиданно вы победили! Отлично! Посуда уехала по назначению. Да. И мы сейчас играем за Келкберг, за который мы играем. А на самом деле, знаешь, получается, что мы так постепенно движемся. То есть вот у нас фигурировали разные города, то есть мы там как-то с ними взаимодействовали. В следующей миссии мы играем за следующий город, с которым мы так или иначе взаимодействовали. Вот, например, в прошлой миссии, которая только что была пройдена, мы как раз в Келкберг, блин, отгружали посуду. В этой миссии уже можно будет складам говорить, что, типа, вот ты склад, этот ресурс не собираешь. Вот так вот. Вот этот вот ресурс не собираешь, а вот этот не собираешь. Ничего себе, тут домины какие. Да, тут уже все круто, и это, на самом деле, даже немножко смущает, потому что за этим же всем хозяйством еще и ухаживает. Немножко пугает. Так, автоматоны. О, это круто. Автоматоны. Так, I'm sure for a month of walking, автоматон. Да, у нас будут работать автоматоны. Так. Тебе нужно найти железо, построить, ну эту, господи, кузницу, короче. Плавильню. Плавильню, да, чтобы железо переводить в сталь. Так, ну понятно, 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 давайте, давайте. Нужно сделать триста... Тридцать в... О, смотри, у тебя склад с мясом, что ли, там. Где? Ну вот внизу. О, да. Реально склад с мясом. Слушай, а откуда его... Коровки! Да! Да это не коровки. А кто это? Это какие-то буйволы. Ну все равно коровки. Ну, в общем, да, на самом деле. Так. Смотрим, что у нас тут уже есть инфраструктура определенная, которая... Или огромные волосатые свинки. Ну, кстати, они клыкастенькие, может и свинки в некотором роде. Так. Эээ... Так вот, у нас уже есть некоторая инфраструктура... О, ты смотри, я думал, что они прерываются? Они под дорогой, под землей проходят, и тут вот такой вот... Круто. Колодец. Понимаешь? Отверстия. А вот это, я думаю, у нас как раз железо. Да. Как раз сейчас моя задача... Так, а пар? Пар? Ну вот один экстрактор экстрактит пар. Эээ... Пока я думаю, что этого достаточно, тем более, что у меня вот запасы пара. Как тут хитро все устроено, да? Да, 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 да. Так проведено прям хитро. Хм... Действительно. Очень интересно. Ну ладно, так. Я хочу сначала... Ого! В тот квартал, это кварталы. Букингемский... Букингемский замок прям. Угу. Или Букингемский. Прям вообще... Да. Театр тут у них прачечная. А вот и рыбка, кстати. Тут и рыбонька есть. Производство. Все, и Майн Тенненс есть. Слушай, тут... И тут вот-вот под что-то как бы уже место. Парки. Нет, это зимний сад, я считаю. Слушай, точно. Это же парковая зона. Даже он такой фонтан крутой есть. С трезубцем. Да. Крутой фонтан с трезубцем. Ну что, ну я думаю, что здесь, в общем, уже действующая инфраструктура, которая, видимо, будет вполне себе на самом деле успешно существовать. Ну да. Ты знаешь, как бы необходимый минимум тебе создан, который ты дальше должен развиваться. А моя задача, конечно же, сейчас состоит в том, чтобы построить 30 автоматонов. Чё? Ум. 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 Так, нужно... Слишком много незанятого населения. Безработица, то бишь. Ум. Мне нужно сейчас построить... А чё это? А, вот, железо. Айронмайн. Видимо, один айронмайн я смогу построить. Потому что больше тут просто нет. И к нему уже даже дорога, чёрт побери, проведена. Ты посмотри. Все удобства. Уже даже реально дорога есть. Всё для вас. Он уже функционирует. Тут на самом деле удобно, что здание, оно как бы... Анимация у него запускается. Строится сразу. Вот это тоже. Но анимация у него запускается тогда, когда оно может функционировать. Ну да, это... Хорошо, это удобно. То есть дорогу провёл, всё. Сразу анимация запустилась, ты видишь, что здание функционирует. Так, мы собираем сейчас уже железо. После этого у нас Blast Furnace, который мы поставим здесь прямо, поблизости, чтобы сюда принесли руду. Здесь её обогатили. И увезли обратно. Далее Автоматон Фэктори. Автоматон Фэктори сразу сюда. Сразу сюда Автоматон Фэктори. И у нас будет завод по изготовлению автоматонов. Круто. Смотри, он прямо так собирает их. Ты глянь. Здоровенный робот собирает маленьких такой ещё. И пальцами такой ещё, пальцами играет. Да, 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 да. Клёво. Круто же. Клёво. Слушай, нет, это мне нравится. Это завод Анны Варльберг. Да. Или Форальберг. По-разному переводим. Из игры Сибири. Сибири. Да. Сибири. Так, нам нужна сталь и пар. Пар у нас есть. Пар у нас есть в достатке. Сталь повезли. Сталь повезли. И сейчас будут собирать Автоматонов. Вот она, сталь. И сейчас... О, я уже собрал Автоматонов 15 из 30. А интересно, этих Автоматонов куда-то от выйдет, где-то хранят вообще. На склад, может? Не знаю, может быть. Ну-ка посмотрим. Тут что такое? Шелк? Нет. На складе нет пункта Автоматоны. На самом деле. Ну ладно, окей, просто подождем. Куда же их должны у вас есть? Ну где-то да, где-то же они должны... Где-то же они должны быть, что-то уберите Автоматоны. Автоматоны. Какого-то везут, непонятно куда. Ну смотри, тут всякие носилки таскают куда-то. А куда... А куда отвозят, непонятно. Ну ладно, Автоматоны, Автоматоны, да, это круто. Так. Что это у нас? Трансляция отвалилась у нас. Серьезно? Да, о, вернулась. Это у тебя отвалилась, все нормально. Ну, в смысле, у меня отвалилась. Что ты пугаешься? Фух. Так, а что такое? Что Автоматоны не делаются? А, просто сталь не так быстро делается, на самом деле, я думаю, в этом дело. Так. Да, 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 просто у нас потихоньку копится сталь и, соответственно, потихоньку изготавливаются Автоматоны. Мне кажется, это не критично вообще. Что не критично? Ну, то, что она не так быстро изготавливается. Ну, да. Тем более, у нас одна добывалка, один заводик. Угу. Ничего себе. Песочная шахта. Стекло. Стекло. Стекло можно будет делать, что-то из стекла. А, ну, конечно, из золота ювелирочка. Так, Silk Farm и Тейлор. Угу. И Тейлор еще даже будет окей. Так, тут всякие вот эти штуки. Слушай, а странно, почему все еще 15 автоматонов? Objective. 15 автоматонов. Как сделать, чтобы... А, вот. Вот, кстати, показ. 15 автоматонов населения и 2787 человеков. А, может быть, автоматоны, они заменяют людей, недостающих на производстве? Так у меня, наоборот, безработных 36%. Так ты, построй что-нибудь, какие-нибудь аптеки или эти... Как они? Боже мой. Архитекторов. Нет, смотри, я же произвожу автоматонов. Во, вот они что-то собирать начали. Вот что-то начали собирать. Я думаю, что просто должно было накопиться до 200. Ну, возможно. Сейчас посмотрим. Ну, по виду, как бы, производство идет. Сейчас вот будем смотреть. Сейчас будем смотреть. А, нет, ну, снова она что-то вверх-то вниз. Куда автоматоны-то деваются? Ну. Давайте же реально. Я уже действительно хочу восстание автоматонов, как он в чатике пишет. Ха-ха-ха. Восстание автоматонов. Ну. А что-то их все еще 15. Да, а куда они деваются-то? Непонятно вообще. Кто-то тырит у меня автоматонов, походу. Так, слушай, ну вот здесь я не могу слагировать. Мне кажется, они как Пиноккио уходят искать себя в этом мире. Угу. Уроды, блин. Так. Citizens begin to complain. Так. Я что-то упустил. Ужаловаться, на что жаловаться. Может я что-то просто упустил. Знаешь. Такой упустил. Хм. Сообщений никаких нет. Окей. Ой. Так. Ну, реально, производство идет по ста... Кстати, вот интересно. Руда, по ходу, бесконечная. Кстати, что радует. На самом деле. Я пытаюсь понять, что я, блин, упустил. Сталь уже просто складируют. То есть, сталь в достатке. У меня уже две тысячи единиц стали. Так. А что же делать-то реально? Пытаюсь понять, как вообще решить вопросы с автоматонами. Ну-ка, если сюда нажать что-нибудь. Нифига. Как-то... Ну, нет. Ну, вот, кстати, хороший вариант ты предложила по поводу производства. Попытаться... Ух ты, это что такое? Ньюспейпер-киоск. Ларек с газетами. Ларек с газетами. Ну, давай попробуем поставить газетный ларек. Может, в него придет работать автоматон. Ну, киоск... Киоск поставили, но автоматон в него работает. Нет, я предлагала построить здание, чтобы снизить безработицу. А-а-а... 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 Вот так вот, да? Ну, кстати, можно... Ну, создать рабочие места. Да, я на один процент снизил безработицу. Так, окей. Самое простое, что мы можем сделать, это натыкать мейнтенненса. И прочих экзорцистов. Так, окей. Но я думаю, что вариант гораздо лучше... 42... Вы что, смеетесь, что ли? Что, 42? 42% безработицы. Построил новое здание. 42% безработицы. Отлично. Чувес. Так, окей. Что я еще могу сделать? В самом деле, я могу построить еще один, как ни странно, завод автоматонов. Ну, ты можешь это сделать. В общем-то, даже почему бы нет. Так, завод автоматонов. Слушай, а может завод как раз... Дааа, блин! Походу, один завод поддерживает определенное количество автоматонов. Ааа, вот оно что. Я только хотел сказать, что... Ну, короче, сказать об этом. Так... А, теперь мы обеспечили город автоматонами. Эээ... Кого? Бургус. Бургус. Буржуа. А, буржуа! Нужно пригласить буржуа. Констракшн. Угу. Нужно строить поместье, чтобы пришли буржуа. Я даже знаю, где я построю поместье. Слишком очевидное место для того, чтобы... Ну, конечно. Не воспользоваться им. Конечно. Да, ты смотри. Четко. Вот-вот четко под поместье было мне оставлено это все. Интересно, а вот я могу сейчас сделать вот так вот? Нет, вряд ли. Как бы могу, но как криво. Не, ну можешь, но... Могу, но лучше вручную. Ой, здесь что не лезет. А, здесь леса. Так. Ну, давайте буржуи. Что? Хаусинг. Так. To essential service building needed something. У нас для высшего класса нужны дополнительные здания. Да, так что ты не... Кафе и спа. Не торопился все застраивать. Да, да, да. Я снесу, если что, не страшно. Не страшно. Снесу. Так, а вот здесь вот построим кафе и спа. Так. И они у нас, наверное, вот здесь. Конечно же, да. Спа. И... Кафе. О, какой старый спа. Они любят, знаешь, они любят отзавтракать в кафе, а потом отдохнуть в спа. И понаблюдать... Капец. Пока завтракают в кафе, они любят понаблюдать за Гарфилдом, который сидит на крыше. Так. Слушай, мне кажется, здесь нужно поставить, воткнуть еще один main tenants. Хотя нет, здесь, в общем-то, со всех сторон эти main tenants. Все норм. Буржуа понаперли, понимаешь. Ну, вообще. Еще эти меншины сейчас будут у меня улучшаться. Сколько там у тебя безработицы процент? Хорошо, посмотрим. 32. Снизился на 10 процентов. Снизился на... Так. Так. Ну, говорят, им нужно больше жрачки, но я так понимаю, что кафе должен этот вопрос решить, и вот в него несут все... О, автоматоны, походу. Ну, к стопе. Ну, похоже на то, да. Да. Автоматон, кофе-бот. Клево. Кофе-бот. Офигеть. Кофе-бот. Офигеть. Кофе-бот. О. Бас. Банный бот. Бас-бот-тайп. Банный бот. Бот-банщица. Так. Так. Миско, кстати, как там миско. В порядке миско. Рыбанька. Рыбанька тоже в порядке. Ну, вообще, я думаю, что на самом деле им тут нормально должно житься. Только вот если поставить какой-нибудь магазин еще, что ли. Я не знаю даже. Давай поставим. Или тут есть у них... Нет, тут у них сборщик налогов, мейнтенненс, а магазины не видать. Не факт, что... Зачем им магазин? Ну, еда, хотя вроде кафе. Ну, вот видишь, need more food. Ну, может, еще одно кафе фиганать? Бейкери, может, слушай. Ну, например. А мне кажется, нет, бейкери, мне кажется, это они пекут там, да, это пекут. Ну. Ну, мне кажется, это будет нехорошо влиять на их самочувствие в этом элитном квартале. Ну, давай просто магазинчик поставим тогда. Так, newspaper, киоск, кафе и театр. А где магазин-то, что-то я поняла. А вот, все, шоп. Поставили шоп, сейчас в этот шоп понесут товары, надо полагать. Вот, и начнем снабжать наш буржуазный... Элитный квартал. Необходимыми товарами. Еда им, видите ли, нужна. Еда им нужна, понимаешь. А, смотри, у них так забавно называются месяца. Вон, навиос. Навиос. Наоборот. Нет, не воз. Наоборот. Плю-виос. Плю-виос. Как название болезни. Да. Плю-виос. Винтос. Четырнадцатая винтоса. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Я построил тринадцать поместьев. Флореаль. Это уже весна. Флореаль. Весна пошла. Флореаль. Значит, у меня автоматонов пятнадцать. Флореаль. Как я и думал. Сломался завод. Да, сломался завод, но ничего, ничего страшного. Ничего страшного, мы поставим новый завод. Лучше прежнего и добавим сюда Моинтэнненсу. Еще где-нибудь найдем его здесь. Вот он здесь. Все. Поставим просто дополнительно Моинтэнненсу. Ни на что тут смотреть. Так. Что-то они по-прежнему говорят, что нужно больше жрачки. Что-то как-то непонятненько. Не таскают жду. Может, больше разной еды? Да нет. Я думаю, что тут может быть логистические проблемы. Они, видишь, не соединены. То есть им, чтобы дойти. Ну, хотя это, конечно, не так много вроде как. Как кажется. Так. А может, поместий просто слишком много. Может, надо снести парочку. Вот так вот снесем. И посмотрим. Может, встанет лучше. Ну, работает хорошо это здание. Все нормально. Может, еще одно кафе построить на всякий случай. Думаешь. Ну, конечно. В общем, может быть. Ну, просто я не вижу, чтобы кафе... Оно просто как, знаешь, как бы такое. Есть и есть. Вот. Сюда пар таскают, кстати. Забавно. Кстати, а сейчас с паром все в порядке. Со сталью все очень в порядке. Так. И даже с железом. То есть у меня даже не успевают... Даже с железа и то все не успевают в сталь переделать на самом деле. Так. Ладно. Что же этим буржуата не хватает? Понять не могу. И еды. Вот. Ну да. Но еда-то есть. Вот она еда. Вот здесь там питье. Там все что угодно вообще. Может, до них не доходит просто эта еда. Такие коррупционные схемы там мешают. Ну, здесь у нас стокинг, видишь? Стокинг, стокинг. Че они? Че они? Нам нужно больше еды. Так. А может, мне тогда как-то производство еды что-ли лечить? Но с другой стороны... Нет. Там как бы хватает. Все в порядке. Правда там с доставкой проблемы? Аааа. Ну, давай. Я вот думаю, как бы тут провести. Это снесем что-то и отсюда проведем дорогу. Вот так вот. Ну да. Ой. Например. Ой. Ну, я просто не знаю, улучшит ли эту ситуацию. Может, может, улучшит. Может быть. Может быть. Может, улучшит. Даже думаю уже снести магазин, поставить вот здесь. Но вроде как он функционировать должен. Давай, кстати, проверим. Так. Возьмем вот эту штуку. Поставим вот здесь. Вот. Он не функционирует, видно. А у этого есть анимация, он функционирует. Все окей. Ну, другое дело, что что-то он функционирует-то функционирует, но его не хватает, походу. Чего не хватает? Караванчики ходят. Ну, как бы его не хватает для нужд вот этой вот общественности всей буржуазной. Ну, посмотрим, что еще есть. Так. Need more food. Окей. Все-таки я построю бейкери. Бейкери. Хотя нет. Ну, блин, я не знаю. Бейкери же просто делает. Делает хлеб, булки. Да? Ну, построй где-нибудь рядом со складом бейкери, да? Или... А из чего бейкери? Ну, хотя ладно. Из пшеницы. Вон же у тебя на складе пшеница желтая. Все, я построю бул... булочную. Вот оно. Бейкери. Из муки. Из муки. А у меня есть где-нибудь мельничка-то? Не знаю. У тебя этот... Что-то я не видал. Возит. Что-то я не видал мельничку. Может, можно построить ее как-то где-то? Можно, можно. Я смотрю просто, как бы, что есть она или нет. Смотрю. Так. Ну, давайте тогда булочную. И мельницу рядом. Просто, может, реально, допустим, то же самое кафе. Ну, как бы, фиг знает. Может, нужно реально булки. Вот хотят они булок. А булок нету. А булок нету. На самом деле. Вот нету булок. Прода... Медикал Хербс. А, нет. Что? Не-не, все нормально. Продакшн хлеб. Отлично. Они сейчас делают мне хлеб. О! Развалились они. Ничего не делали. Сломались только что. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Так, ладно. Хорошо. Начинаем заново. И сейчас ставим сюда еще мейнтенанс. Дополнительно, чтобы ничего не развалилось. Чтобы все функционировало. Чтобы хлеб складировали. Вопрос, кстати, куда его будут складировать. Остается открытым. Так. Мне кажется, будут развозить по нуждающимся. Ну, его неудобно так развозить. Я думаю, что нужно построить склад еще один. Этот от Гренри. Так. В общем, я его построю вот здесь. Вот так вот. Да. И пускай в него возят все, что возится. Музыка. И дай бог. И дай бог. И дай бог. И дай бог. Редактор субтитров А.Семкин